Привет всем! Добро пожаловать на мой канал! Продолжаю рубрику официального обозревателя Ари Флейм. И сегодня у нас новинка. Люсия Брайт Аура. Это туалетная вода. Люсия Брайт Аура. Продолжение легендарного аромата Люсия. Выпущенного еще в 2010 году. Люсия Звезда. Симпатичный довольно-таки флакончик. Помню, у меня было парочку флакончиков. Мне нравился этот аромат. Я в ней влюбилась в такой интересный, яркий, искристый, запоминающийся и интересный аромат. Я думала, что они действительно будут похожи, хотя нет. Это, мне кажется, совершенно разные ароматы. Что-то легкое, нотки какие-то есть, звучание. Наверное, это все-таки смородина. Но в этом аромате белая смородина, в оригинальном аромате черная смородина. Еще, конечно же, в завершении шлейфа это мускус. И в одном и в другом аромате эти общие нотки присутствуют. Но это разные ароматы. Это цветочный, фруктовый и древесный аромат одновременно. И зимний к этому аромату нетривиальная нота незабудки, которая встречается не часто и в основном в селективной парфюмерии. Аромат раскрывается аурой белой смородины, в сердце незабудка. Завершающий мягкий аккорд придает аромату мускус и кедр. Аромат яркий, пронзительный, но в то же время женственный, без изысков, но в то же время трогательный. Хоть это не заявлено производителем, аромат для меня раскрывается кислинкой. И такое интересное, это что-то либо мелиса, лемонграсса, такой лимонная трава. Такой яркий, вот яркий взрывной цитрусовый, но буквально пройдет 2 минуты и этой ноты совершенно не слышно. Он раскрывается более теплым, нежным, немножко такой мыльный аромат. И для меня это утренний аромат. Прошло 3 недели с того момента, как мне прислали туалетную водичку на обзор. И у меня каждый день рука тянется и тянется, тянется именно к этому аромату, как к утреннему. То есть мне приятно пробуждаться с этим ароматом, наслаждаться вот этими нотками, особенно первой, вот этой вот кислинкой. Вот я не могу понять, поэтому, пожалуйста, напишите мне, что вы чувствуете с этим ароматом. Да, и какой-то легкой, неуловимой такой вот кедровой орешки, вот такой кедр я тоже уловила. Было интересно раскрывать этот аромат. Из минусов подобные ароматы вы можете встречать в различных марках, в том числе и Арифлейм. Но он в то же время оригинальный, ни на что 100% не похожий. И аромат средней стойки, и, сказала бы, очень легко выветривается. Во всяком случае, вот эта кислинка, она мгновенно уходит. Но, с другой стороны, вот буквально на днях дочка подошла, обняла меня и говорит, мамочка, чем ты так вкусно-вкусно пахнешь? И я вспоминаю, что да, это вот этот аромат, то есть на мне он быстро улетучивается. Мне так кажется, потому что мне вот прям хочется и хочется наносить его вновь и вновь. Но, как говорят окружающие, да, он еще остается таким легким шлейфом. Это аромат более такой трогательный, мне кажется, нежный, молодежный аромат. Расскажите, пожалуйста, ваши ощущения об этом аромате, какие ноты вы почувствовали, понравился ли вам этот парфюм. Ну и, конечно же, встретимся в следующих выпусках, где я вам также буду рассказывать о новинках Арифлейм 2018. Всем успехов! Пока-пока!